Девушки отдыхают В четверг подрядная организация, кто у нас выполняет благоустройство на площади ДК «Дружба» приступила к работам демонтажным. В принципе, они их проводят, я не скажу, что так активно. Работа началась, как делается. За неделю, в принципе, они должны демонтировать все плиты, все опоры освещения, срезать, срубить, снести зеленые насаждения, и подготовить площадку для дальнейшего ремонта и благоустройства. Что же касается последнего участка сквера в районе стадиона «Юбилейный», то с 23 апреля там тоже должны были начаться работы, но подрядчик к ним не приступил. Ну, естественно, то есть у нас будет в первую очередь и письмо к ним претензионное, в том смысле, что у них работы там не начинались демонтажные, ну и, соответственно, узнаем, в чем у них причина. Погодные условия, в принципе, позволяют нам выполнять такую работу демонтаж, как срыв плитки, то есть уборка именно плитки. Ну, по опорам освещения, то есть мы с подрядной организацией тоже разговаривали, что они не могут ее выдернуть из-за того, что земля промерзшая. Стакан находится на глубине приблизительно 180 сантиметров. Дали решение, чтобы спилить аккуратно именно данные опоры освещения. Ну, а потом там грызки, как же вытаскивать? Ну, а потом уже, это уже вопросы, да, когда они будут уже прокладывать инженерные сети, то есть подготовительные, планировочные работы, они отдачат. Вопрос, как планировки-то будут делать, если стаканы будут в земле? Ну, планировка-то, понятно, этот вопрос, потому что они выдернуть на данный момент не могут. Земля отойдет, дай бог, к середине мая на такой именно глубине. Ну, то есть это их головная боль, в принципе, они понимали, куда они идут и какие у нас климатические условия. Здесь должны как бы скреативить и принять то или иное решение, как они будут делать дальше. Также департаментом проведен ряд встреч с управляющими компаниями, где было поручено очистить от мусора периметры микрорайонов и зеленых городских зон предстоящим майским праздником. Напомним, 29 апреля состоится общегородской субботник, в ходе которого предприниматели должны убрать прилегающие территории своих объектов. Учреждения образования и культуры навести порядок на своих площадках. Мэр Анна Щекина настояла обратить пристальное внимание на уборку кладбищ к родительскому дню, который в этом году выпадает на 3 мая. Мы переговорили, нашли понимание. В принципе, выходные дни также проезжали с ударом Мячеславовичем, смотрели. И могу сказать, что по сравнению с прошлым и позапрошлым годом город стал намного чище. Но в любом случае эта работа будет продолжаться. Мы еще проведем проверки как преддомовой территории. Планирую, что четверг это сделаем. Посмотрели, где крупнокабаритный мусор все-таки на преддомовой территории находится в больших количествах и не убирается. Все это будет фиксироваться. И в дальнейшем также будем вести претензионную работу вплоть до штрафных санкций. Управляющим компаниям, так и нашим подрядчикам, кто занимается у нас на контрактах по периметру. В Устилимске с рабочим визитом находится министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. На встрече с мэром города Анной Щекиной были рассмотрены вопросы реализации программы социальных контрактов в нашем городе. Устилимск находится в так называемой «зеленой зоне». Здесь уже заключено 108 соцконтрактов из 248 запланированных на этот год. Еще одной важной темой стал летний отдых и оздоровление детей. В начале года в регионе увеличили стоимость детской путевки. Владимир Анатольевич рассказал, что будет увеличено финансирование из областного бюджета на питание детей, посещающих пришкольные площадки. Министр высоко оценил работу лагеря «Лосенок». Он отметил, что учреждение могло бы получить статус круглогодичного лагеря. Для этого нужно отремонтировать помещение, благоустроить территорию. Сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о создании программы по развитию загородных лагерей. Весенний-летний период характеризуется повышением активности иксосадовых клещей. Одна из действенных мер по защите населения от клещевых инфекций – это акарицидная обработка. Как сообщают в территориальном отделе управления Роспотребнадзора в Устилимске, в этом году акарицидная обработка, как и прежде, будет проведена в два этапа – с 10 мая по 17 июня и с 18 по 26 июля. В перечень территорий входит общественное пространство у Аллеи Славы, Березовая роща, парковые зоны в районе 7 и 8 школы, лесной массив 10 микрорайона, между улицами Энгельса и Белградской и другие. 24 апреля, в день Светлой Пасхи, впервые в городе, на площади перед Дворцом культуры «Дружба», состоялась молодежная вечерка в русском стиле с целью духовно-нравственного воспитания молодого поколения, которое ничуть не уступало любой новомодной тусовке. В праздничном мероприятии принимали участие танцевальные коллективы ДК и ансамбль «Горенко». Годы идут, традиции забываются, но настал тот момент, когда маятник времен качнулся в другую сторону. Сегодня вновь возрождаются православная культура, народные обычаи и духовные устои. В течение всего праздника молодежь разучивала танцы и игры своих пращуров, постигая их традиции. Выставочные столы ломились от вкуснейших угощений и пасхальных сувениров ручной работы. Заводная музыка и славянские потехи вскружили голову собравшимся гостям. Гуляю, гуляю я до полночи, я до полночи, до белой старин. Гуляю, гуляю, гуляю. Гуляю, гуляю, гуляю я до полночи, я до полночи, я до полночи, я до полночи, до белой заре, от белой заре. Гуляю, гуляю. В праздничном мероприятии приняло участие около сотни горожан. В этот день каждый пришедший на мероприятие смог ощутить себя в одной большой дружной семье. Традиционная культура это яркая, самопытная наша, но она далека от молодежи. А ведь для молодежи это очень важно знать свое наследие, знать корни. И вот решили преподнести для них, показать нашу родную русскую настоящую культуру, фольклор в современном формате. И вот сегодня столько народу пришло, столько молодых людей. И это счастье видеть, как они танцуют наши русские танцы, играют в русские поцелуйные игры. В общем, мы очень надеемся, вернее, мы даже уверены, что это станет традиционным в нашем городе. Потому что следующая такая фольклорная тусовка намечается на, планируется, вернее, на июнь месяц. На июнь месяц, где мы будем изучать кадрили наши сибирские, значит, краковяк сибирский, в общем, и петь наши русские сибирские песни. Но можно отметить, что усть-ибирская молодежь действительно активна, мероприятие закончилось. А танцы, как мы видим, на заднем плане продолжают. Они танцуют. Да, вот это самая главная задача была, чтобы в формате современного, чтобы доказать, вернее, доказать, что традиционная культура это не музейный экспонат. Это то, что может быть, бытовать, жить в современных условиях. То есть это такая среда, в которой молодежь и все могут коммуницировать, общаться, не лежать на диване в гаджетах, а вот именно играть в наши русские народные игры. А вот эти наши русские игры, русские хороводы, песни, они всем откликаются, потому что внутри мы русские, а мы чувствуем генетическую связь с нашими предками. Поэтому это очень круто, это очень классно, это будет традиционно, я уверена. 2022 год объявлен президентом страны Годом поддержки народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Специалистами дружбы разработана целая программа развития традиционной русской культуры в самых разных направлениях. 1 числа каждого месяца на интернет-площадках ДК будет выходить передача о праздниках и традициях текущего месяца. Также будут проходить массовые народные гуляния. И такое большое мероприятие у нас планируется, фольклорный праздник ангарской песни, который пройдет во Всероссийский день фольклора. Объявлен это день 17 июля. Планируется такой съезжий праздник, планируем пригласить киунчан, которые разъехались, планируем пригласить всех, кто имеет отношение, кто любит и кто интересуется нашей традиционной ангарской культурой. Ученик объединения робототехника из Устилимского центра детского творчества Егор Манцеров изобрел робото-чиститель поверхности водоемов от мелкого мусора «Губка-бот» и занял третье место на 20-м Всероссийском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее юниор». Егора вместе с руководителем Александром Коршуновым пригласили к участию в выставке лучших роботов страны. Она пройдет в городе Реутов Московской области. Всего для выставки отобрали 76 работ. В их числе только две из Иркутской области. Поздравляем юного изобретателя и желаем ему успешно представить свое творение. Пусть такой мощный старт даст начало великим разработкам, особенно в области экологии. Четыре медали в номинации «Балалайка» у Иркутской области на 21-х Дельфийских играх России. Раньше наград такого уровня у Приангарья не было ни разу за всю историю существования конкурса. Наши юные земляки-музыканты в числе победителей. Иван Попов, воспитанник школы искусств номер один, уже в пятый раз завоевал золотую награду. Теперь он отправится в Москву, где выступит в Государственной консерватории имени Чайковского на галоконцерте победителей конкурсов «Золотые таланты», «Синяя птица» и «Щелкунчик» в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра. Еще одна золотая медаль у Ильи Шадрина, ученика школы искусств номер два. В своем мастерстве не уступил и Амин Патлоенко. Он также показал высокие результаты. Триумф у стилимцев стал еще одним блестящим достижением для них самих и большой радостью для города. Но мы уверены, главные творческие победы у них еще впереди. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».